Эти кадры сняты уже спустя 10 часов после аварии. По одной из версий, около часа ночи на 424-м километре трассы Красноярск-Кемерово заднюю часть автобуса занесло. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Основной удар пришелся на людей, которые сидели в конце салона. В результате погиб водитель грузовика и четыре пассажира общественного транспорта. Очевидцы сразу вызвали спасателей. Тяжело раненых госпитализировали в центральную районную больницу Мариинска, остальных в медучреждении поселка Верх Чебула Кемеровской области. Среди погибших сотрудница полиции, молодая девушка, 28 лет, капитан полиции. Она является экспертом-криминалистом отдела полиции номер 5 МОД России Красноярска. Одну женщину спасти не удалось. Она умерла в больнице. Известно, что в автобусе находились 48 пассажиров и два водителя. Это был заказной маршрут Красноярск-Шерегеш. Люди отправлялись на горнолыжный курорт. При этом в турфирме, которая заказала услуги транспортного предприятия, заявляют – перевозчик надежный. Он уже не первый раз ездил по этому маршруту. А в три часа дня 12 пострадавших доставили на вертолете в Красноярск. В Министерстве здравоохранения пояснили – два человека сейчас в тяжелом состоянии, у одного – средняя степень тяжести. Сломана ключица. Еще девять человек получили незначительные травмы. Их осматривают врачи Краевую клинической больницы. На место аварии в Кимеровскую область также отправилась оперативная группа из Красноярска. «Сейчас там находятся два наших вертолета – санитарный МЧС, генерал Вершинин, генерал Кузнецов и Юрий Николаевич Захаринский, вице-премьер». При этом, по нашим данным, федеральную трассу Р-255 не перекрыли. По ней продолжают следовать автобусы в западном направлении. Например, в 12.40 от автовокзала отошел автобус по маршруту Ачинс-Кемерово-Барнаул. О заснеженных загородных трассах и возможном гололёде накануне предупреждало Краевое МЧС. Хоть пассажиры автобуса и были застрахованы, теперь частного перевозчика и турфирму ожидают проверки. Следственный комитет Кемеровской области уже возбудил уголовное дело. Илья Керпс, Владимир Антонов, Новости ТВК.